Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Приближается Новый Год, время подарков и волшебства. И я тоже хочу подарить Вам хорошее настроение и сделать подарок. Уверена многие из Вас его ждали. Сегодня будем вязать с бисером. В этом мастер классе мы свяжем из бисера новогодний шарик. На нем будут мышата, которые слепили снеговика и теперь катаются на коньках вокруг елки. Но это еще не все сюрпризы, которые я для Вас приготовила. Парочка сюрпризов Вас ждет впереди. А пока начнем мастер класс. Как всегда, все ссылки, о которых я буду упоминать, Вы найдете в инфобоксе под этим видео. Чтобы увидеть инфобокс, нужно на компьютере нажать на кнопку Еще, а на телефоне на треугольник справа. Схему для вязания шара я, как всегда, взяла на сайте кротчетбитпайнт.инфо. На этот сайт я отправилась в поисках мыша, так как наступающий Новый Год – это Год мыши. И здесь я нашла несколько просто потрясающих схем Анастасии Науменко. Ссылку на все шарики автора Вы найдете в описании. И мы с Вами сегодня будем вязать новогодний шарик вот по этой схеме. Как работать со схемой на сайте, во-первых, на сайте кротчетбитпайнт.инфо надо зарегистрироваться. Очень часто мне пишут о сложностях с регистрацией, не могу повлиять на ситуацию, я не владелец этого сайта. Поэтому предлагаю пройти этот шаг вместе. Если Вы уже проходили регистрацию, вот в этой форме вводим свой адрес электронной почты и пароль. Можно установить галочку «Запомнить меня» и нажимаем на кнопку «Войти», она слишком неприметная, обратите внимание, синяя кнопка для тех, кто впервые на этом сайте. Если Вы еще не были на этом сайте, переходим по этой кнопке на форму регистрации. Вводим имя, адрес электронки, придумываем пароль, повторяем его и, упс, нам говорят, что пароль слишком короткий. Придумываем пароль подлиннее, не забываем его записать в блокнотик и повторяем. Теперь жмем кнопку «Зарегистрироваться» и снова попадаем на ту страницу, с которой начинали. Возможно, тут начинаются у Вас сложности. Дело в том, что по умолчанию сейчас нужно зайти в свой почтовый ящик и найти там письмо от сервиса Крочет Битпайнт Инфо, а нам об этом не написали. Идем в почту, открываем письмо и переходим по кнопке, чтобы подтвердить подписку, и оказываемся внутри сайта со схемами. В следующий раз на странице входа Вам нужно будет просто ввести свой логин и пароль, и теперь, если Вы перейдете по ссылке под видео, попадете на страничку схемы шарика. А сейчас второй сюрприз. Мирослава Данукова, автор YouTube-канала Рукоделие ТВ, подготовила для Вас целую коллекцию авторских мастер-классов по созданию новогодних украшений. Предлагаю Вашему вниманию коллекцию из 17 моих авторских видео мастер-классов по бессероплетению «Рождественские звезды». Эти украшения с объемным рисунком удачно смотрятся не только на елке, но и на сумочке, в машине и в любом интерьере создадут атмосферу праздника. Мы пройдем с Вами каждую бисеринку вместе и разберем каждый шаг максимально подробно. Все действительно очень просто, не сомневайтесь, у Вас обязательно все получится, даже если это будет Ваш первый опыт в бессероплетении. Под видео я оставлю ссылочку на сайт Мирославы про Рукоделие. Переходите, заказывайте все, что понравится и создавайте праздничное настроение для родных и близких своими руками. А теперь вернемся к нашему шарику. На схеме мы видим шарик в развернутом виде. Вязать его мы будем русским способом, при котором бисер располагается со сдвигом и смотреть нам будет удобнее на второй разворот схемы. Справа мы видим раскладку схемы для набора бисера. В ней по порядку идут цвета бисера и указано количество бисерин для набора. Набирают по раскладке слева направо и сверху вниз, т.е. каждый столбик начинается сверху. На схеме же набор будет двигаться сверху вниз и справа налево, а вот вязать мы будем снизу вверх и слева направо. Обратите внимание на большие темно зеленые поля – это фон, на котором нарисована схема. Но так как программа не понимает это, она считает этот бисер тоже и рисует его в раскладку, а также будет нам диктовать его. Поэтому будьте внимательны и этот цвет не набирайте. Бисер для вязания я предпочитаю набирать по диктовалке, она находится вот здесь. Нажимаем на эту кнопку, открывается новое окно. Это окно можно двигать, как Вам удобно. Я рекомендую установить его слева, чтобы было видно схему. Я обычно слежу по схеме, в каком месте происходит набор. Оливковый бисер в наборе не участвует, запоминаем его, чтобы не набирать. В списке цветов можно установить названия так, чтобы Вам было легче воспринимать их на слух и понимать, какой именно оттенок бисера набирать. Например, лазурный я заменю на синий, этот оттенок у меня будет просто серый, а вот этот тоже серый, но с приставкой светло-серый. Вместо сиреневого я поставлю розовый, а тут у меня будут зеленый и светло-зеленый. Остальные названия меня устраивают. Вот в этом окне можно менять скорость диктовалки, как в начале, так и в процессе работы. Осталось нажать на кнопку запуска. И теперь главный сюрприз. Совместно с магазином «Мелодия бисера» мы подготовили для Вас полный набор материалов для создания этого шарика с мышками. В нем уже подобраны все оттенки бисера в необходимом объеме. Есть нить, специальная иголка для набора и крючок для вязания. Набор укомплектован чешским бисером прициоза, об отличном качестве которого знают все любительницы бисероплетения. Заказ этого набора сохранит Ваше драгоценное время и избавит от приобретения лишних материалов. А если какие-то материалы у Вас уже есть в наличии, или Вы хотели бы заменить оттенки бисера, позвоните по указанным телефонам и для Вас в индивидуальном порядке и изменят состав набора. Субтитры создавал DimaTorzok Бисер я располагаю на силиконовом коврике. С него удобно делать набор, и бисеринки по нему не раскатываются. Тот бисер, которого больше в наборе, я насыпаю справа, ближе к себе, так как я правша, если Вы левша, делайте наоборот. Общее количество бисерин каждого цвета указано в схеме над раскладкой, пользуйтесь ею, чтобы расположить бисер наиболее удобно для себя. Из обложки глянцевого журнала я подготовила маленькие квадратики, которые буду ставить разделителями между рядами. Вам также советую это сделать, установить их недолго, но если закрадется какая-то ошибка, Вам проще будет ее найти. Я их предварительно прокалываю толстой иголкой для трикотажа, чтобы потом тонкая игла для бисера свободно проходила в это отверстие. В первом ряду у нас шесть голубых бисерин, набираем их и ставим разделитель. Затем набираем бисерины второго ряда и снова ставим разделитель. Все, можете начинать набор. Да, такой момент, так как в первых рядах будет встречаться большое количество фоновых клеточек, а диктовалка будет их диктовать и давать время на их набор, то начало можно набрать вручную. В первом ряду встречается шесть раз по одной бисерине, набрали их и отметили. Когда нажимаете на цвет, рядом появляются плюсики. Во втором ряду шесть раз по две бисерины. Также находим их, набираем и отмечаем. В третьем ряду шесть раз по три бисерины и так далее. Какой номер ряда, столько и бисерин в сегменте. Когда оливковых бисерин станет поменьше, можно будет запустить диктовалку. Еще меня часто спрашивают, как узнать, где заканчивается ряд. Смотрите, вот на этой схеме хорошо видно, что схема как будто разрывается. Тут в каждом ряду идут по десять фоновых бисерин. Так вот в рядах, где нет прибавок или убавок, ставим разделитель там, где диктовалка продиктовала десять оливковых. А в рядах с убавками и прибавками их будет больше, например, здесь 11, тут 12, в этом ряду 13 штук, а в самом начале 24 штуки. Вот по ним и ориентируйтесь. Так происходит набор бисера по диктовалке. Это скорость 1,25, она достаточно комфортна, успеваешь и набрать и передвинуть бисер. А когда необходима пауза, нажимаем пробел и диктовалка остановится. В этот момент можно спокойно передвинуть бисер по нити. При повторном нажатии пробела будет повторно озвучен последний оттенок. Бисер набран и теперь можно спокойно переместиться в удобное кресло, больше мы не привязаны к столу. Начинаем вязать. На этой нити примерно 5 метров бисера. Нить мы не отрезаем, нам теперь нужно аккуратно, небольшими порциями передвинуть бисер по нити, для того, чтобы освободить нить, которой мы будем вязать. И это надо будет делать периодически, когда свободный отрезок будет заканчиваться. Начинаем вязать с магического кольца. Вот кончик нити, накидываем его на палец и делаем вокруг пальца один оборот. Теперь под эту нить заводим крючок, вытягиваем рабочую нить и провязываем одну петлю. Снимаем все с этого пальца, у нас получилось кольцо. Все бисеринки первого ряда пододвигаем к работе и начинаем вязать. Завели крючок в кольцо, пододвинули первую бисеринку, вытянули петлю и провязали столбик без накида. Бисеринка зафиксировалась на своем месте. Снова завели крючок в петлю, пододвинули бисер, достали петлю и провязали столбик без накида. И так провязываем все шесть бисерин. Старайтесь сильно не затягивать петли, иначе во втором ряду вы не сможете провязать все прибавки. Но следите за тем, чтобы при этом бисер не болтался. В итоге у вас должен получиться вот такой гребешок. Теперь беремся за хвостик нити и затягиваем кольцо. Можете его пока сильно не стягивать, а сделать это чуть позже, через 2-3 ряда. Первый ряд готов. Снимаем разделитель и придвигаем бисер для второго ряда к работе. В этом ряду в каждую петлю над бисером нужно провязать по две бисерины. Крючок нужно заводить по обе дольки петли, но в первом ряду можно сделать исключение, если вам сложно их найти. Можете вязать за одну дольку. Один столбик с бисером провязан, в эту же петлю вяжем второй. И ищем петлю над второй бисериной первого ряда. Вяжем в нее первый столбик с бисером и в эту же петлю второй. Так продолжаем до конца ряда. Всего Вы должны найти 6 петель и провязать в них 12 бисерин. Наберитесь терпения, самые кропотливые это 2-3 начальных ряда, дальше будет все хорошо видно и понятно. И вот, что должно получиться после второго ряда. Эту дырочку в серединке можно затянуть уже сейчас или чуть позже, сняли разделитель и пододвигаем бисер для третьего ряда. В этом ряду уже старайтесь вязать за обе дольки. Вот у нас первая бисеринка, под ней нащупываем петлю и заводим крючок. Провязываем в эту петлю один столбик с бисером. Находим следующую петлю и в нее будем вязать прибавку. Что такое прибавка? Это два столбика с бисером, провязанные в одну петлю. Провязали один столбик, в эту же петлю вяжем второй. В следующую петлю вяжем один столбик с бисером. В эту петлю два и так далее. То есть в третьем ряду у нас должно получиться по три бисерины в каждом клине и всего в ряду 18 бисерин. И, как Вы уже заметили, прибавки мы будем делать в конце каждого клина. Если посмотреть на схему, то вот эти бисерины за счет прибавок добавляются в каждом ряду. Итак, третий ряд довязали, получается вот такая уже ровная серединка. И пока вяжете первые ряды, обязательно пересчитывайте итоговое количество бисера в ряду. Вот здесь ряд закончился. И так как мы вяжем по спирали, последняя бисерина стоит чуть выше, а вот там почти под ней находится первая бисерина ряда. От нее начинаете считать и к последней бисерине у Вас должно получиться 18. Так как в спиральном вязании непонятно, где начало, а где конец ряда, лучше вовремя все пересчитать, чтобы избежать ошибок. Вяжем четвертый ряд. В первую петлю провязываем одну бисерину. В этом ряду у нас будет по 4 бисеринки в каждом клине. Во вторую также провязали одну бисерину. В третью петлю вяжем прибавку. Итого у нас получилось 4 бисерины. И точно так же, когда мы пройдем этот ряд, посчитаем все бисеринки, чтобы получилось 24 штуки. Таким образом продолжаем вязать дальше, делая прибавки в конце каждого клина. В пятом ряду у нас будет 3 бисерины по одной и две вместе. В шестом ряду 4 бисерины по одной и две вместе. И так далее до пятнадцатого ряда, в котором получится 90 бисерин в ряду. Цифры увеличиваются, принцип остается неизменным. Пока идут прибавки, считайте каждую бисеринку. Параллельно поглядывайте на схему и следите, правильно ли складывается рисунок. Отдохнуть можно будет на центральных рядах, которые будут без прибавок. Теперь поговорим о шариках. В каждой схеме автор указывает размер шарика, на который нарисована схема. Для данной схемы это 6 см. У меня есть шарики 5,5 см и 6,5 см. и на них я могу показать Вам, как должна сидеть шкурка на шарике. 6,5 см я с трудом, но засунула в свое вязание. Смотрите, шкурка красиво натянулась, выглядит все ровно. Но в этом случае существует опасность, что того бисера, который у нас остался, не хватит закрыть вот эту часть. И еще очень тугое натяжение будет мешать вязать. Вам будет сложно находить петли и заводить в них крючок, поэтому данная заготовка нам не подойдет. Давайте примерим шарик с диаметром 5,5 см. Он зашел намного проще и края так сильно не прилегают, значит крючок заводить будет легче. Но смотрите, шкурка не натянулась на шарик и выступили уголки от прибавок. И это будет выглядеть неаккуратно. Что же делать, если вдруг Вы не нашли подходящий по размеру шарик. Можно довязать шкурку почти до конца, а когда останется маленькое отверстие, набить шарик синтепоном. Еще можно маленький по размеру шарик обернуть в несколько слоев фольги. Я, например, так и сделала, получилось замечательно. Пришло время делать убавки. В этом месте во время набора рекомендую поставить разделитель другого цвета, чтобы он выделялся. Его нужно установить тогда, когда Вы наберете 14 ряд, в котором будет по 14 бисерин в клине. И когда Вы дойдете до него во время вязания шарика, Вы будете знать, что с этого ряда пора делать убавки. Приготовьтесь, с этого момента снова придется считать каждую бисеринку. Что такое убавка? Это один столбик с бисером над двумя петлями предыдущего ряда. По сути одну петлю косички надо пропустить и в следующую петлю связать новый столбик с бисером, но в этом случае столбики нужно вязать достаточно туго, можно даже взять крючок меньшего размера, иначе бисер может проваливаться внутрь вязаного полотна. Поэтому я вяжу двойной столбик. Смотрите, как обычно заводим крючок, пододвигаем бисерину, достаем рабочую нить. И на этом этапе мы бы провязали петли на крючке и завершили столбик, но для убавки крючок заводим под следующую косичку, бисер больше не пододвигаем и достаем еще одну петлю. Вот теперь провязываем 3 петли из крючка за один прием. Постарайтесь такие столбики вязать очень туго, тогда убавки будут менее заметны. Дальше вяжем остальные бисерины клина. В этом ряду у нас 14 бисерин, одну провязали убавкой, а остальные 13 бисерин вяжем по одной в каждую петлю. Давайте покажу еще раз убавку. Завели крючок, пододвинули бисер, достали петлю, из следующей петельки, достали еще одну петлю и провязали их вместе. Дальше считаем бисерины до следующей убавки и периодически сверяемся со схемой. Когда я вяжу, у меня всегда рядом открыта схема или на ноутбуке, или на телефоне. И я очень часто в нее заглядываю, чтобы проверить, правильно ли встает рисунок. Вот таким образом делаем убавки и продолжаем закрывать шарик. И Вам будет удобнее считать, если бисерин к работе Вы будете пододвигать столько, сколько их по схеме в одном клине. И повторюсь еще раз, прибавки мы делали в конце каждого клина, а убавки делаем в начале, чтобы не сдвигался рисунок. По таким правилам создаются схемы, но иногда можно схитрить. Смотрите, вот в этом шарике я не придерживалась данного правила, потому что четкого рисунка в начале и конце вязания нет, и когда я делала убавки, я распределяла общее число убавок на ряд в хаотичном порядке, поэтому здесь убавок совершенно не видно. Но когда есть рисунок, придется придерживаться правил, иначе может произойти сдвиг. Провязали последнюю бисеринку, обрезаем нить и делаем узелок. Затем заводим крючок под шкурку и прячем ниточку внутри шарика. Затем заводим крючок под шкурку и прячем ниточку. И напоследок добавим тонкую ленточку, чтобы шарик можно было повесить на елку. На этом мастер класс окончен, переходите по ссылке под этим видео и заказывайте готовый набор для вязания этого шарика. Вяжите для себя, вяжите в подарок, главное вяжите с удовольствием, всех с наступающим новым 2020 годом, счастья, любви и благополучия. С Вами была Юлия и мой факультет рукоделия, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok